Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее. До юбилея Максима Горького еще год, но уже сейчас нижегородцы начали перечитывать произведения писателя и готовиться к празднику. В литературную эстафету включились все, от музеев до стрессу массовой информации, от студентов до губернатора. Трагически прекрасный человек. Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь и создает из этой жгучей крови поэзии и нетленные цветы. Волосы клозета напоминали о голубоватом снеге лунных ночей зимы, разноцветной материи осеннюю расцветку лесов. Поэтические сравнения эти явились у Клима после того, когда он побывал в отделе живописи. В отрывке, который я выбрал, Клим Самгин попадает в Нижний Новгород. Он посещает Нижегородскую ярмарку, где в этот период проходит всероссийское художественное и промышленное место. Каждый читатель открывает великого писателя со своей особой стороны. Для меня горький это что-то очень личное. Я считаю, что его творчество актуально и в наши дни, по крайней мере для меня это очень важный писатель. Горький для меня уникален своими персонажами прежде всего. К юбилею писателя в Нижнем Новгороде будут отреставрированы филиалы Горьковского музея и памятники. Оцифруют книги, установят туристические знаки в исторических местах. Будет интересное очень мероприятие. Это инициатива молодых. Читай горький. Мы сейчас к ней готовимся. Она будет в конце мая, 27-28 мая. Палатки на улице, книги, чтения. В ней будут участвовать и издатели, и библиотеки, и читатели. Ставятся спектакли. Я знаю, что наши нижегородские писатели пишут пьесы к юбилею. «Что сделаю я для людей?» – сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь, и вырвал из нее свое сердце, и высоко поднял его над головой. Ксения Дорина, Юлия Короткова, Ренат Бегбаев, Абиксина, ННТВ.